Итак, и заколит тельца перед Господом. Сыны же Аарона, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который уходовские не собрали. Кто приближается к жертвеннику? Священники. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Кто? Человек. Нет, священник. А, просто три. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Кто? Левит, первая глава, пятый стих и шестой. Седьмой будет звучать. Сыны же Аарона. Наше представление, да? Что все делали наши друзья-священники. Мы именно чисто стояли и смотрели в стороне. Ну ладно. Заставили нас перерезать скотинки горлышко. Теперь стоим все равно, смотрим, что дальше происходит. Ничего подобного. Дальше человек что делал? Снимал кожу жертвы и рассекал ее на части. Сыны же Аарона, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аарона, священники, части, голову и туг на дрова, которая на огне на жертвеннике. К жертвеннику приближался кто? Священник. Человек что-то делал, но к жертвеннику приближался священник. А внутренности жертвы ноги ее вымоет он водой и сожжет священник все на жертвеннике. Мыл кто водичкой? Человек. Человек. Это всесожжение, жертва благоухания, приятное Господу. Процесс, в котором от начала и до конца присутствовал человек, и часть процесса, самая тяжелая, принадлежала тому, кто захотел. Послушайте, это же надо было захотеть. Это же надо было захотеть такое. Мы помним, что все начиналось с чего? Говорят, если кто захочет. И мы так долго размышляли над словами, если кто-то захочет. Что, такое можно было захотеть? Вдумайтесь на секундочку. Такое можно было захотеть. И в конце написано, и вот все это нравится нашему Богу. Вот все это, что мы только что обсуждали, как это все происходило, как это животное зарезалось, как сцеживалось кровь, как кровь выливалась на жертвенник, как это животное расчленялось, вымывались внутренности, все сжигалось, все вот это вот нравилось. И когда вот этот именно запах паленого мяса поднимался, он говорит, вот мне чисто нравится запах паленого мяса. Как, вы никогда не нюхали, как пахнет паленое мясо? Не шашлык, а вот уже такие уголечки, которые остались со шашлычком. Когда его наглухо спалили, когда его бросили в огонь, и оно начинает гореть, обугливаться. Нравится? А написано, что вот это благоухание. Вот это именно благоухание. Как это понять? Что нравится? Послушание одна сторона, вторая сторона? Размышление, желание встречи. Желание встречи. Желание обрести благоволение. Желание иметь взаимоотношения. И мы понимаем, что на самом деле Бог говорит, что я ем мясо это? Я пью эту кровь? Он что, ест мясо жертвы на животных? Пьет их кровь? Оно ему надо? Нет. Ему нужно сердце человека. Ему нужно желание человека приближаться к нему, общаться с ним. И когда человек выражает это желание, Бог выходит ему навстречу. Бог выходит ему навстречу. Он приобретает благоволение в искуплении. Он находит взаимоотношения со своим Творцом. И это не когда-то произойдет, это происходит вот в этот момент. Это понятно? Ну как? Нормально. Нормально. Как? Нормально? Понятно, почему мы столько разбирали, что делают идолопоклонники. Понятно? Понятно, что здесь, когда мы говорим о жертве, Творцу, то все направлено вот сюда, на этот момент встречи с ним. Опять, напоминаю, мы говорим о высшей жертве, жертве Аллах. Все направлено на встречу с ним. Все происходит в этот момент. Не когда-то в далеком будущем может быть, а все происходит в момент принесения жертвы. И центром всего является взаимоотношение с Творцом. Понятно, да? Здесь все понятно? Пару слов, может быть, мы попробуем просмотреть четвертую главу книги Левит. Я думаю, что нам будет все теперь проще делать. Дело пойдет несколько быстрее. Почему? Потому что основные принципы, я надеюсь, мы разобрали и поняли. Я так надеюсь. Основные принципы, я так надеюсь, что мы разобрали и поняли. «Сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам, Израилю, если какая душа согрешит по ошибке, против каких-либо заповедей, и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Очень интересная вещь, поразмышляйте на досуге. Если какая душа чего сделает, по ошибке, здесь говорится о преднамеренном грехе? Грех неведения не может быть. Давайте посмотрим немножко на дшу. Первый шаг, который приводит к нашу шуве. Знание. Осознание может прийти только на основании знания. Знание и осознание – это два разных шага. Почему? Все люди знают о том, что курение вредит их здоровью. Все люди знают. Все люди осознают, насколько оно им вредит? Нет. Итак, могут ли люди, которые не знают, осознать, те, которые не знают, осознать? Нет. Значит, первичным является осознание или знание? Знание. Окей. Значит, первый шаг – это узнать. И мы говорили, что есть несколько источников нашего знания. Откуда мы можем узнать, что мы согрешили? Первый – это какой? – Писание. Еще раз. Первый какой? – Писание. – Я сам могу увидеть. Второй источник. – Обожающее. – Кто-то может мне из окружающих сказать. И третий источник? – Высокая часть. – Откровение. Безусловно, что мои знания, они могут иметь только один источник – Писание. То есть, не только на основании Писания я знаю, что является грехом и что грехом не является. И опять, но увидеть – это чья ответственность? Если я со своей ответственностью не справился, мне могут помочь окружающие. Если окружающие не помогли, то есть, слава Богу, на небе Бог, который мне может помочь что сделать? Увидеть. Узнать. Знание. Осознание. Осознание. Это следующий процесс, который связан уже с пониманием самого процесса. Пока мы говорим о нашей голове. Да? Потому что процесс знания и осознания, где он происходит, в нашей светлой и мудрой голове. Итак, видим мы доктора. доктор, хороший парень, по идее, из своей профессии должен хорошо понимать все, что происходит внутри у человека, когда он курит. Он хорошо осознает, как этот процесс именно устроен. Особенно, если это хирург, который оперирует, и который видел легких курильщика. хорошо он осознает. Хорошо? И курит. Спасибо большое. Именно вот это осознал, посмотрел, вышел и закурил. С горя, со счастья, не знаешь, чего он курил. Но можем сказать, достаточно ли для покаяния знания, может быть достаточно для покаяния осознания? Нет. Мы встречаем людей, которые знают о том, что Ишуа пришел на эту землю. Встречаем мы таких людей? Покаялись они? Нет. Ну, курят себе дальше. Нас будет интересовать немножко Йом-Кипур, да, как завершение пути Чувы. Чувы. Чувы не может приблизиться к Богу, если он не будет искуплен. Искупление не бывает без покаяния. Искупление не бывает без покаяния. Поэтому мы, в общем-то, так, достаточно внимательно присматриваемся к вопросу покаяния. «Сожаление и стыд» это естественное состояние для покаяния. «Сожаление и стыд» естественное. Иеремия, 31 глава, 19 стих. Естественное состояние для покаяния. «Сожаление и стыд». Иеремия, 31 глава, 19 стих. «Когда я был обращен...» Мы говорили, покаяние начинается с кого? С Бога. «Когда я был обращен...» Я каялся и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. 31 глава, 19 стих. Иеремия, 31 глава, 19 стих. Говорится о чем? Обращение, стыде, смущении. Да? Очень много интересных вещей. Осия 14 глава, 2 и 3 стих. Осия 14, 2 и 3. «Обратитесь, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Говорите Ему, возьмите, что? Молитвенные слова. Есть такое. Поэтому не говорят, что все поменялось. Притчи 28, 13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». 28, 13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Псалом 31, 5. Псалом 31.5 Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл бы закония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31.5 Это все места, потом их можно расписать по тем всем пунктам, о которых мы говорили. К сожалению, я стер. Можно было бы просто нанизывать эти места Писания на все эти пункты. Почему? Это все то, что открыто нам в Танахе. Иона 3.10 И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказалось, что наведет на них и не навел. Они что сделали? Обратились от злого пути. Исайя 55.7 Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Иезекииль 33.11 Иезекииль 33.11 Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израиля? Иезекииль 33.14.16 Иезекииль 33.14.16 И когда скажу беззаконнику, то смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду, и если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянутся ему. Он стал творить суд и правду, и будет жить. Послушайте, это Синайский закон. Это то, что было тогда. Не созвучно ли это с сегодняшней проповеди Нового Завета? Понятно? То есть все, что мы говорили, оно было справедливо тогда. Неужели это несправедливо и сейчас? Недопущение в будущем подобных вещей и поступков – это есть полная чува. Недопущение в будущем подобных вещей и поступков – это есть полная чува. Полная, совершенная, законченная. Вспоминаем теперь то местописание, о котором мы говорили. Наказывающий детей за вину отцов. Помним, да? Здесь что говорится? Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянутся ему. Там, о чем мы говорили? Говорит, я напомню. Помним, да? Не оставляющий без наказания. Наказывающий. Говорится, что он будет что делать? Помнить. А здесь говорится? Не вспомнит. Еще раз. Не забудет. Очень важный момент. Не забудет. Он не вспомнит. Наш Бог не страдает амнезией. То есть, почему-то некоторые считают, что после покаяния у Бога что-то с памятью именно стало. Он забыл, не помнит. Понятно, да? У него с памятью все хорошо даже после нашего героического покаяния. Вот именно мы созрели, покаялись, а у него все равно с памятью хорошо. Он не вспоминает. И этот человек будет жить. Понятно, да? То есть, безусловно, то, что я делал, оно, может, было бы не совсем корректно. Да? Я брал одно местописание и как бы старался вас держать в рамках одного местописания. Понимаете, да? Для того, чтобы показать вам, насколько вы вообще думаете таким образом. Показать вам ваши взгляды, ваши представления. Теперь, когда вы увидели, что они имели место в какой-то степени в нас, да? Теперь мы можем смотреть, что же говорит Писание в общем. Что наш Бог не таков. И если мы обращаемся от грехов, начинаем творить суд и правду. Дальше говорит, возвратить за лох, за похищенное, что сделает? Заплатит. Исправит те последствия в физическом мире, которые принес его грех. Его беззаконие. Исправит. Будет ходить по законам жизни, не делая ничего плохого, он будет жить. И говорит, не вспомню. Закон жизни. Понятно? Так что в тшуве мы упустили момент исправления того, чего мы там натворили. Если возможно, с нашей стороны. Мудрецы говорили, что незначительное преступление следует считать тяжелым. Незначительное преступление, незначительный проступок следует считать тяжелым. Иногда есть вещи, которые мы считаем незначительными. Но мудрецы говорят, послушайте, вам нужно думать не о величине поступка, а о величии царя. Вам нужно не размышлять о величине собственного поступка, вам нужно размышлять о величии царя, который заповедовал вам так не делать. Не туда смотрим. Центр сместился, не туда. Вам нужно размышлять не о величине поступка, а о величии царя, который заповедовал вам так не поступать. Один из вопросов, который привел на неправильный путь, Хотя вопрос, по сути, был правильный. И размышления, по сути, были правильны. И ответ на этот вопрос пришел к созданию раввинистического иудаизма. И из-за ответа на этот вопрос, в общем-то, и откровенные лжи, возник раввинистический иудаизм. Какой вопрос? Что лучше, чтобы человек грешил и знал о том, что он грешит? Или человек грешил и не знал о том, что он грешит? Лучше бы не знал. Лучше бы не знал. Потому что мудрецы говорили, человек, повторяющий грех, с каждым разом ему легче его совершать, и он становится более дозволенным. Он становится привычным, и человек перестает его замечать. С каждым разом, когда вы совершаете грех, и не каетесь в нем, он становится все более привычным, и вы вообще перестаете его замечать. Вы перестаете считать, что это грех. В постановке вопроса, с которого я начал, было допущение. Что лучше? Грешить. Грешить вот так или грешить? А где же выбор не грешить? Еще раз. Вопрос стоял. Как лучше грешить? Упс. Упс. Люди, которые ставили этот вопрос, в Америке называют их отца основательных, мы называем основателя раввинистического иудаизма, они решали вопрос, как лучше народу грешить? Они понимали, что они грешат по-любому. Почему? Вопрос стоял. Грешить. Знать. Вопрос не грешить не стоял. Почему? Храма и жертвенника не было. Если храма и жертвенника не было, то вопрос не грешить вообще не рассматривался. человек автоматически находился в состоянии ритуальной нечистоты, он автоматически не мог исполнять закон, и он автоматически грешил против Бога. вопрос не грешить не рассматривался. Поэтому все изыскания современных раввинов на предмет того, что правила игры поменялись, и теперь исполнение закона заменено чем-то, то основывающие это движение знали, что варианта не грешить вообще даже нету. Понятно? Это любопытный момент, на который мы не всегда обращаем внимание. Когда человек запаздывает с раскаянием, его преступление становится застарелым, и он забывает свою скорбь о нем. И оно не беспокоит его, как прежде. Маймонит, раскаяние. Оно заключается в том, что грешник перестает грешить. Маймонит говорит, раскаяние прежде всего заключается в том, что грешник, он что делает? Перестает грешить. Выбрасывает греховные мысли из головы и решает в сердце никогда больше не грешить. Решение. Отвращение. Решение. Он призывает свидетелей того, который знает все тайные мысли. Он призывает своим исповеданием в свидетелей. Наше исповедание призывает Всевышнего в свидетелей, который знает все общее и так. Но мы просим его прийти в свидетелей, что мы никогда не возвратимся к своему греху. То есть, исповедание – это призыв Бога стать свидетелем нашего обещания не возвратиться к греху. И он должен исповедоваться словесно и во весь голос заявить своими устами о том, что он решил в своем сердце. Можно спокойно использовать в христианской проповеди. Можно? Что-то противоречит нашему представлению, пониманию. Исповедь принуждает человека к мучительному признанию фактов такими, как и не есть. Почему человек не хочет исповедоваться? Почему человек не хочет признаваться? Это то, что лежит в основе нашей ментальности. Проверяем. Это то, с чем я сражался четыре дня. Я не буду говорить о 12-ти бальной системе оценки, да? Какую за цену хотели бы выбрать вы? Пять. Кому нравится ошибаться и получать единицы? Никому. Когда я задавал вопрос, кто из вас хотел, не ответить? Все хотели ответить? Все хотели? На вопрос. Я задаю вопрос, а вы хотите ответить? Вы хотите ответить правильно или вы хотите ответить неправильно? Хотим ответить правильно. Это нормально. Это же нормально. Это же так воспитали. иногда хотим ответить правильно но сдерживаем себя не знаю как получится не хочу ответить не так не хочу ответить не так не хочу не хочу это то как мы устроили это то как нас приучили это греческая модель мышления образования скажите мне пожалуйста а вы знаете супер отличников супер гениев которые не получали плохих оценок история знает таких кроме одного он всегда все делал правильно я не имел ввиду апостола всех апостолов это всякий случай и так история не знает таких всегда путь человека будет лишь лежать через ошибки всегда путь человека будет лежать через ошибки как бы вы этого не хотели и на протяжении этой недели я показывал вам что вы иногда ошибаетесь и когда вы будете сдавать контрольные работы писать экзамены некоторые из вас напишут их плохо это не пророчества это нормально но ошибка ошибка это шанс исправится ошибка это шанс исправится на самом деле на повод начать лучше сначала и лучше итак ошибка это нечто что помогает нам стать лучше ошибка это нечто что помогает нам увидеть все в том свете в котором раньше не видели и исправится но нас научили что ошибка это нечто и первое что мы делаем мы не признаем своих ошибок мы скрываем свои ошибки мы не хотим чтобы кто-то узнал что я ошибаюсь потому что мы считаем что это что-то постыдно и плохое нас так научили нас так научили что ошибка это что-то постыдно и плохое что нужно скрыть в чем не нужно признаться ну для начала себе ну а потом уже людям дальше что мы сделаем с ошибками но если мы уже не смогли скрыть если уже мы не смогли ну просто сил не хватило откреститься от нее мы начнем оправдываться следующий этап который мы начнем делать мы начнем оправдываться фантастика если мы ее скрыли мы изменились если мы в ней не сознались мы изменились если мы ее оправдали мы изменились исправление только через признание свои ошибки наступают? Исправление наступает только через признание. Только через признание. Исправление наступает только через признание. Если мы не признаем, скрываем, оправдываем, Мы не исправимся. Мы не вынесем того урока, который мы могли вынести. Если мы скрываем свой грех, не соглашаемся с тем, что это грех, оправдываем свои грехи и беззакония, мы не каемся и мы не исправляемся. Это понятно? Можно ли ошибку и грех поставить на один уровень? Потому что, скажем, я слышал такое мнение, что ошибка и грех – это совершенно разные вещи. И вот так вот свободно относиться с грехом, как бы оперировать грехом – это очень опасно. Приравнивая грех просто к ошибке. Опасно, согласен. Если все общество Израиля согрешит по ошибке… Ой, чего это не говорят? О грехе или об ошибке? Ошибка. Ошибка из греха. Мнение – хорошая штука. Что говорит Писание? Если все общество Израильству согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего не належало делать, и будет виновна. Ошибка была? Не знали. А были виновны? Были виновны. Написано, будет виновны. То когда узнан будет грех, который сделали как? Ошибка. Которым они согрешили. Как? Тут идет речь об неосознанной грехе. Тут идет речь об ошибке. Мы об этом говорим? Ну вот, номерок стронга – ошибка, проступок, погрешность, грех, неумышленный. Неумышленный? А тут же говорится, ну давайте будем, как бы, строн хороший парень, но даже читая буквально синодальный перевод, написано, «И скрыто будет дело от глаз собрания». Они знали? Да. Еще раз. Скрыто было. Знали. Скрыто было. Кем скрыто? Хорошо, давайте по-другому. Я понял. Я понял. Так вас не возьмешь. Там было непонятно, здесь понятно, да? Кем будет узнан? Им. Так когда он ошибался, он знал? Нет. Понятно, что по ошибке? И по незнанию. Тут все на местах стоит. Теперь все на местах стоит? Ну, хорошо. Мы с этим уже закончили? Вы считаете, что мы с этим закончили? Давайте мы закончим с этим, потом, если мы закончим, мы начнем с следующим. Понятно, что грех, совершенный по ошибке, по незнанию, по неведению, он является каковым? Скрыто, понятно, но он является грехом. Значит, ошибка является грехом? Кто вам что говорил, я не знаю. Писание говорит? Опять, смотрите, теория классная. Теория классная. Если это ошибка, то это не грех, а если это не грех, то на тебе ответственности, собственно говоря, нету. А тут бац, вторая смена. Да, я понял. Еще раз. Да. А микрофон? Это же мы заканчиваем, поэтому будем говорить уже в микрофон. Так, говорили, все. По-моему, в римлянах написано о том, что грех познается через закон. То есть, если нет закона, мы не познаем грех. Да? Я просто не помню, как бы дословно место. Все было хорошо и безоблачно. Значит, на самом деле, катастрофа, эта катастрофа, причем эта катастрофа летает в иудаизме и некоторой части мессианских общин. Сейчас мы найдем где-то в римляне. Я пытаюсь... Да. Это немножко раньше. Нет. Все-таки вторая глава нас интересует. Все-таки вторая глава нас интересует. Послание к имену. С 13 стиха. «Поэтому, что мы не свидетели закона праведным перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, в чем свидетельствуют совесть и мысли их, обвиняя эту оправду одну другую. В день, когда по благовествованию моему будет судить, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. И другое место, что грех, он познается через закон. Если нету закона, то и нету греха. Значит, получается, что было время, когда не было закона. Вариант номер два. Не было времени, когда не было закона. Добро пожаловать в устную Тору. Если не было времени, когда не было закона, значит, Тора была на кому? Ну и дальше понятно. И есть, в общем-то, народ в движении иудаизма, которые отстаивают, понятно, дарование устной Торы. Некоторые на горе Синай, а некоторые, начиная от Адама. Некоторые говорят, что полную получил Адам, некоторые говорят, что часть, потом часть получил Авель, часть получил Ноах и так дальше. Так вот, что здесь говорится. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они сами себе что? Скажите мне, пожалуйста, вы не встречали такое понятие? Называется совесть. Совесть, встречали, спасибо. Потому что дедушка Гитлер говорил о том, что это понятие выдумали жиды. И он избавит человечество от этого понятия. Итак, есть понятие, которое называется совесть. Скажите мне, пожалуйста, у кого на планете Земля, кроме человека, есть совесть? У кого-то есть? Ни у кого. И вы не поверите, совесть – это дар Всевышнего человеку. Совесть – это дар Всевышнего человеку. Каждому человеку. И этот дар, да, был дан, вы не поверите, до Синайского откровения. Этот дар был еще дан Адаму и Хаве. Совесть – это дар, данный всем людям. В том числе, как это ни странно, и кому? И язычникам тоже. И они показывают, что дело закона, у них написано и где? Ё-моё! Дело закона записано у язычников. Они не слышали закона. Они понятия не имеют о том, что такое закон. Но дело, дело, то, что должен делать закон, оно записано у язычников, которые не имеют закона, не знают закона. Оно записано нигде у сердца. О чем свидетельствует им? Кто? Мама, горая, совесть. Такими мы все придумали. Да. Давайте я закончу этот, а потом вы зададите другому, может быть. Давайте. Давайте. Получается, во времена Нооха люди были уничтожены, то есть беззаконие людей во времена Нооха определялось с ихней совестью. На самом деле, они там терзались, бедные? Как бы во всем остальном. Конечно. Конечно. Потому что непонятно, тогда как бы получается, что за что же Бог судил их, если закона не было? Значит, был. Он дан Адаму. А на самом деле, совесть была дана всем людям от рождения. Как дар Всевышнего. Совесть. И Бог судил их по закону. Совесть. Потому что дело закона записано было у них в сердце. И мысли их, они что делали? Судили. И этим судом они будут судимы. Некоторые говорят, что нету закона, нету греха, а значит и нету суда. Ничего подобного. Будут судимы по закону в совести. Вот это они объяснят ему. Вот все они будут. Послушайте, мои хорошие. это не ко мне. Это к нему. Не я ж буду судить. Это он в курсе дела. Я прошу прощения. Скажите мне, пожалуйста. Вот мы, я умиляюсь иногда людям. Я умиляюсь иногда судим. Вы утверждаете, что совесть чего делала, их не обличала? Нет, я не за них. Я вижу сейчас такие есть. Вот, я понял, что за тех, которые сейчас есть. Вот совесть их чего делает? А, так вы знаете или не знаете? Я не знаю. А вот за этих, я за этих, я тоже за этих. Я не за тех, которые, я вот за сегодняшних. Вы в курсе дела, что совесть их не обличала? Не обличает. Вы в курсе? Вы их совесть? Они свидетельствуют, совесть их и мысли их свидетельствуют. Кому свидетельствуют? Э, 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 э. Что там происходит? Окружающим. Там написано слово окружающим? А я сейчас говорю про сейчас. Я не говорю про тогда. Там написано, что это свидетельствует для окружающих. или для кого-то другого? Кого обвиняющие? Кого обвиняют? Ну? Я трачу время. Не, послушайте. Я трачу время. Сейчас закончится все. Я потрачу время на ваше молчание и на ваше замечание. Я достаточно серьезно прошу вас посмотреть в Писание и спросил вас, кому они свидетельствуют? Внешним или им? Кому? Им. Откуда вы знаете, что им свидетельствует их совесть? Вы сердцеведец? Вы сердцеведец? Ответ очевиден. И я хочу услышать. Нет, спасибо большое. Поэтому молчать не надо. Если вы не сердцеведец, то не нужно говорить, что их ничего не обличает. Потому что это дело Бога, и они будут судимы Богом не по тому, как мы видим, не по тому, как мы... Не по тому, как мы видим, не по тому, как мы представляем, а это дело их совести и Бога, и не мое. И я об этом судить даже не думаю. Нас интересовал вопрос. Это было или не было? И понятно, что этого не было. В том понимании Торы, о котором мы говорим, совесть дана была всем. Закон совести дан всем. И по этому закону совести будут судимы все люди, которые жили до Синайского откровения и после Синайского откровения. Которые жили до и не знали. Те, которые жили после, и тоже не знали. Те, которые живут после начала Нового Завета Бритхадаша, которые знают этот Завет. И будут судимы те, которые не знают этого Завета. И будут судимы те, которые знают Синайский закон и не вошли в Бритхадаша. И они тоже будут судимы по закону совести и по закону Синайскому. Потому что, когда они говорят о том, что заповедь, желание исполнения является исполнением, Бог спросит, а тебе твоя совесть чего говорила? Совесть тебе чего твоя говорила? Что это правда? Нет. И тогда ты будешь судим по закону совести. Я ответил? Я ответил. Перерыв.